Всем доброе утро! Замечательного спортзала. Я уже дала занятия, позанималась сегодня, сделала хорошую тренировку спиной себе. А также у нас просто замечательная погода. Тепло, хорошо. Все мокрое после вчерашнего дождика, поэтому заниматься нужно аккуратно, ну музону и лежачок. Прекрасный лежачок. Ох, я побежала в душ и дальше бегу по работе. А вот такие у нас классные моднячьи ступеньки. И я со своим оборудованием. У меня, как всегда, моя замечательная палка. Ну не палка, вы поняли. Штатив. Вот. Надеюсь, никого нет раздетого в раздевалке. Нет, никого нет. Зато у нас много зеркала. Класс! Давно я вам не показывала наш суперский зал. Мне очень нравится, очень красиво, хорошо. Вот. Давайте сделаем обзор с красивыми черными раковинами, которые уже немножко залозили, но ничего страшного. Можете спокойно сесть, привестись в порядок с феном, со стулом красивым. Вот. Еще у нас тут такие же красивые. Поставлю все свои манатки. Душ у нас есть, конечно же. Также у нас... Не буду показывать красивые черные унитазы. Ну да ладно, покажу, покажу. Красивые черные унитазы. Ну, черные унитазы не советую ставить. На них все видно. Ну, в принципе, на белых тоже все видно. Вот. Обязательно в таких спортзалах нужно иметь свой замочек и закрывать свой ящичек на ключ. Для того, чтобы все ваши вещи сохранились в порядке. Вот. Я пошла, значит, переодеваться, переобуваться и бегу дальше. А всем просто... Просто хорошее настроение. Смотрите на эту обезьяну. Какая милая обезьяна. В очечах, в очечах. А знаете, что это кладовки? Трастерос. Это кладовки в аренду. Если вам нужна кладовочка, можете прийти и арендовать. Что там у нас? Девять девяносто в месяц? Девять девяносто в месяц. Вот, пожалуйста, за десяточку можете арендовать себе кладовочку и там складывать всякое свое хламье ненужное. Вот. Очень удобная вещь. Единственное, что, конечно, ну, неудобно эту кладовочку иметь фиг знает где от дома. Не понимаю смысла, если честно. Ну, это разве что что-то такое складывать, что уж там как бы типа совсем не нужно. Но мне то, что не нужно, я, как правило, выбрасываю мусорку нафиг. Вот. Значит. Всем еще раз добрый день. Мы с вами уже здоровались. Я вышла со спортзала и хотела, знаете, куда забежать? Это у нас, можно так сказать, такой полигон. Коммерческая зона. Альфафар называется. Где? Куча всяких магазинов больших. И строительных, и мебельных, и всего-всего-всего куча. Торговый центр, который немножко, как по мне, бесполезный. Я туда много раз заходила, но как-то он никакой, мне кажется. Не знаю. Эмэйн Экуаторо называется. Кто был, тот знает. А кто не был, то ничего страшного, как говорится. Я сейчас, знаете, куда? Ой, хочу сходить. Боже, чуть не убилась. Хочу сходить в два мебельных магазина, которых здесь очень много. И получается, что они поставили большие скидки сейчас на мебель. Я в очередной раз посмотрю на диваны. А то помните, какой у меня замечательный диван, который весь облазит благополучно. И вот тут вот постоянно, смотрите, пишут, значит, полная распродажа в связи с закрытием. Именно диваны. Вот я хотела здесь их посмотреть. И еще посмотреть в другом магазине. Ну, сейчас посмотрим, что тут будет. Вообще тут очень много всяких магазинов. Ну вот, например, смотрите, все для дома. Боже, я уже вижу, какая там красивая посуда. Мне туда нельзя заходить. И всякие пледы, и бокалы, и бух. Короче, все то, что для дома. Да блин, что у меня в последнее время сумка расстегивается. Смотрите, я приятно удивлена, потому что за 499 евро такой диван как мне нужен. Уголочка. Хороший цвет. Плюс еще тут есть табуретики сбоку. Супер. Этот уже подороже. Но этот и побольше, конечно, посерьезнее. 895. Так. Оля. Оля, оля. Вот тут есть разные цвета. 695. Это кресло, каким мраком оно стоит, извините. 395. Короче, двигается оно. Только зачем ему такое положение, не понимают. Чтобы вставать удобнее. Наверное. Очень красивый, но очень светлый. Вот такой зерковый областный. Самый обычный. 595. Вот это тоже красивый. Вот ткань классная. 1295. Ну, уйдите, этот большой. У меня все равно очень большой еще. В квартиру не покатит. Тоже неплохо. Да. На верху. Ну, да. Тянешь что-то там на верху? Да. Да. Вот тут я там, я что-то дорогой. Да. Я на хабрину, хорошо? Да. 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 Я... Да. 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 к. Да. 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 Так, все понятно. Значит, все то, что стоит тут внизу, можно еще заказывать и можно покупать, короче говоря. А то, что наверху, это уже совсем полная распродажа, поэтому, ну, то есть то, что есть там наверху, вот то и есть. Никакого цвета другого, например, вы не закажете, ничего такого. Поэтому посмотрим. А ну-ка. А, ну тут у него остатки. Остатки остались, остались остатки. Ох, так. 1189. 1330. Дальше, вот обычно, 728. 1029. Розовый цвет. Остатки. 1029. Таня. Таня. 1130. 10. 1130. 1230. 1230. 1330. 1430. 1335. 1530. 1430. 1530. 1531. В течение 20 дней, возможно, будет готов, так как я заказала с определенной ткани. Ну, короче, посмотрим, что там будет, что там не будет. Все равно диван нужен. И, в принципе, как я уже узнавала, его стоит точно так же отбить новой тканью, как заказать новой. Вот поэтому я заказала новый. И до свидос. А там посмотрим. Короче, посмотрите, какая красота. Это свечечки. Какая милость, какая прелесть. Ой, очень ли я люблю вот эти всякие штуковины. Класс. Посмотрите, какая посуда. Обалдеть. Мне очень нравится. Это я зашла вот в этот соседний магазин. Короче, сегодня у нас барахолка ТВ, как говорится. Мама, сегодня барахолка ТВ и то, что ты любишь. Магазины. Очень мне в последнее время нравятся вот такие тарелки. Не знаю, как вам, а мне очень нравятся. Прикольные. Значит, одна штука 6,95. Ну да. Ну вот это какая милость, какая прелесть. Класс. А пиалочки. Мама, мы с тобой очень любим пиалочки. Вот они, да. Смотрите, какие милые. Класс. Ну, вы знаете, даже если бы я что-то покупала, сейчас я покупать не могу, потому что я на мотоцикле. И мне это просто никак везти. Поэтому никак. Сегодня никак. Ну, хотя бы прошивнуться, посмотреть, что есть. Смотрите, какой цвет красивый. За 9,25 вот такая тарелка. Она, конечно, огромная. Вот. Вот такие досточки. На них в ресторанах подают очень часто блюда, кстати. 6,50. Вот. Класс. И на вот таких подают. Ну, это больше для японских и китайских ресторанов. Ой, какие доски. Ой, какая доска. Смотрите, какая огромная. Класс. Ой, бокалы. Бокалы. Класс. Вот. Ну, бокалы уж я точно брать не буду. Учитывая то, что я на мотоцикле. Дальше. Вот. Ну, я так думаю, это всякие скатерти, полотенечки, салфеточки. Тоже неплохо. А вот всякие декорации тоже для стола. Чтобы салфеточки красиво подавать. В общем, вы поняли. Ладно. Я буду идти, потому что, я вам скажу честно. Я не люблю ходить по магазинам, когда я знаю, что я не буду покупать. На данный момент я не буду покупать только из-за того, что, ну, реально не как везти. Хотя, что касается, сейчас скажу вам. Что касается, например, вот таких, ой, класс, какая красота. Смотрите. Вот, например, пиалочки. Это такое, что всегда нужно. Вот я бы, конечно, купила себе и тарелок, и пиалок каких-то красивых. Хочется что-то новенькое. Ну, я же говорю, не сегодня. Так как я сегодня уже заказала диван, то все. Хары. Ой, смотрите, вы знаете, что это такое? Это для шоколадного фонтана. Да-да-да, класс. Вот такую штуковину я бы себе приобрела. Шоколад есть. Горяченький. Да-да-да. Вот, видите. А, и вот тут, кстати, продается сразу шоколад. Смотрите, да, вот он, фондю, фондю. Шоколад для фондю. Класс. Это белый. Вот, видите. И туда его, в эту печку. Растапливаете, нарезаете фрукты, берете длинные палочки, шпажки, накалываете фрукт и кушаете. А, и мукаете, конечно же, этот фрукт в горячий, текущий шоколад. А, и это судочки. Ой, класс, какие милые. Сейчас вообще судочки на любой выбор. Вот такие штуки мне не хватает для чая, для кофе. Это да. Для бисквита. Да нет уж, для бисквита я точно не буду брать такую коробку. Вот, кстати, для капсул. Для кофейных капсул. Ну, я вам уже говорила, что я сейчас своей капсульной машинкой не пользуюсь. Для кофе, потому что мне, если честно, не нравится капсульный кофе. Вот так. Поэтому я запрятала ее пока что. И пусть постоит. До лучших времен. Ух ты, класс. Такие прикольные штуковины. Ну, и мочалки в том числе. О, стульчики какие. У меня Артема был такой стульчик, он его сломал. Благополучно. В общем, чего тут только нет. Что я вам могу сказать? Вешалочки и всякие коробки, всякие ящики и всякое. Вау. Мне, конечно, что-то нужно для обуви. Какой-то, я даже не знаю, что придумать. Ну, вот это не годится, например. У женщин что-то посыпалось. А ковры? Вы знаете, я так люблю ковры. Я просто обожаю ковры. Но в Испании их не принято стелить. Ну, по крайней мере, у нас в Валенсии их особо не стелят. Стелят редко. Потому что, ну, типа жарко всегда. А я так люблю ковры. И вот я бы себе с удовольствием купила огромный ковер в зал. Да, его надо пылесосить, за ним нужно ухаживать, убирать и так далее. Но оно того стоит. Оно придает такую уютность, такую, ну, вообще, не знаю, мне нравится. Да, и мама у меня тоже всегда ворчит, говорит, вот почему ковров нету, все голое, кафель, холодно, пи-пи-пим, па-па-пам. И я, в принципе, с ней согласна. Потому что реально холодно. Еще и кафель везде. Какие светильнички. А я вот сегодня снова оказалась в центре. Смотрите, какая у нас есть тут каруселя, которая стоит возле вокзала железнодорожного. Это железнодорожный вокзал. А это каруселя. Класс, класс. Буду бежать домой и заодно снова покажу вам наши центральные улочки. Нашу вечернюю суету. Вот. И красивую валенсианскую архитектуру. Вот так вот. А, кстати, знаете, что там есть такая зверская кафешка со зверскими сладостями. Но я не пойду туда. А я просто хотела вам, как всегда, сделать мини-экскурсию. Показать, какие там продаются своеобразные. Я даже не знаю, как они называются, правильно? Дайте подумать. Короче, печеные такие вкусняшки. Вот. Я вам только говорила вчера, по-моему, или позавчера, что немножко меньше им сладкого. А последние пару дней хочется сладкое. Поэтому туда лучше не идти. Потому что у нас сладкое нельзя никому. Ни мне, ни Артему. А вот здесь, кстати, как видите, знаменитая Пласса де Торос. Пласса де Торос, это площадь, где раньше проводили вот эту корриду. Выступали с бычками. По-моему, сейчас это уже там не проводят, насколько я знаю. Устраивают просто концерт и, знаете, такое. Ну, короче, сделали как бы концертный зал под открытым небом. Я, кстати, честно скажу вам, ни разу здесь не была ни на каком мероприятии. Надо бы как-то прийти. Красотища, вечерний город, вечерняя Валенция. Я иду по прекрасной такой авениде. Ну, проспект, можно сказать. Где красивейшие пальмы. Смотрите. Везде пальмы. У нас очень тепло. Прям так приятно. Приятно тепло. И все, как всегда, сидят по кафешкам, пьют винишко и пивко, курят сигаретки и общаются. Вот такая вот у нас аура тут. Амбиенте, хотела сказать на испанском. Амбиенте, амбиенте. Как же переводится? Не помню. Ну, что-то типа ауры, да. Что-то типа того. Вот. И полные мусорки, как всегда. Так что очень я люблю этот прекрасный, красивейший город. И вам заодно покажу. Ну, понятно. Это для любителей большого города. Я, конечно, любитель большого города. Но в последнее время говорила много раз, что охота на природу. Охота к кустикам, к цветам, к травке. Вот. Так что всякое бывает. Вообще, на чем мы вчера с вами остановились? Остановились мы с вами на той теме, что очень важно соблюдать ну, хотя бы такие какие-то маленькие правила по жизни для хорошего самочувствия, для хорошей, нормальной, да, нормальной, адекватной фигуры. И я вам снова повторюсь, чтобы вы не забывали, чтобы перечислили и подумали, получается ли у вас немножечко соблюдать, можно так сказать, эти маленькие такие, я бы сказала, жизненные правила по поводу того, как нужно пить воду, вести активный образ жизни, заниматься спортом, ну, хотя бы минимальным. Но самое важное, знаете, что из всего этого, да, конечно, интервалы между приемами пищи, я вам уже тоже вчера сказала, еще раз повторюсь. А еще очень важный момент, это действительно заниматься тем, что вам нравится. Вот очень много наблюдаю я таких случаев, как, ну, не всем девочкам нравится спортзал, это нормально. Спортзал, я считаю, он вообще не для девочек, в принципе, в априори, потому что это все-таки железо, это штанги, это мужики, это тестостерон, там много тестостерона, вокруг, знаете, вокруг. Ой, ой, привет. Вот, прошу прощения, встретила знакомую хорошую и вот остановилась. Идем дальше. Значит, я остановилась на том моменте, что очень важно заниматься тем, что вам нравится. Вот, за спортзал я вам сказала, что я тоже, как и многие, считаю это абсолютно неженским делом и достаточно сложно заниматься очень много, фитнесом и при этом оставаться женственной, женственной и красивой. Это у многих девочек получается, у многих женщин это получается. Я, например, как наблюдаю за профессиональными спортсменками, очень много наблюдаю, и вижу, что девочки таскают тяжелые веса, выступают на соревнованиях, фитнес-бикини, но при этом все равно они остаются, вот у них есть эта женственность, красота, подача, и это очень красиво. Но, к сожалению, не все девушки так умеют, не у всех получается сохранить вот эту женственность, эту красоту, эту элегантность, сексуальность, в основном вот этот вот тестостерон и все, что вокруг, мужская, это чересчур мужская энергия, которая присутствует в спортзале, она очень сильно тоже влияет, и получается, что девушки, женщины немножко становятся мужицкими, да, грубо говоря. Хотя, еще раз повторюсь, это не со всеми происходит. Вот, поэтому, если вам, в принципе, не нравится спортзал, я всегда советовала и советую заниматься чем-либо, но именно тем, что вам нравится, что вам доставляет удовольствие, потому что это огромная проблема заставлять себя ходить на те же силовые тренировки и просто каждый раз их ненавидеть, не любить эти тренажеры и не любить вообще этим заниматься, я всегда говорю, что это никогда никакого результата вам не принесет, никогда, потому что рано или поздно вы просто устанете каждый раз перебарывать себя и просто забросите, и вообще все то, что делается не в удовольствие, оно практически никогда не приносит результатов. Да, оно приносит результаты временные, знаете, но опять-таки, если вы это делаете со страстью, с любовью, вам это нравится, результаты придут намного быстрее, намного лучше и качественнее и на дольше времени, чем вы будете себя заставлять из-под палки ходить, нужно просто выбрать то, что вам действительно реально нравится, это очень-очень важный момент, и это не только касается спорта, это касается абсолютно всего, всегда нужно думать и слушать себя в том плане, что вам нравится, вот у меня многие такие тоже были, вот не люблю карьерный спортзал, не люблю эти гантели, так сказать, я понимаю, ну так давай подумай, что ты любишь, что тебе нравится, танцы, плаваки, теннис, там, я не знаю, какой-то, ну что-либо, и просто задуматься, прислушаться к себе и понять, что именно вам нравится, вот, например, сейчас я, я тоже через все это прошла, естественно, я тоже железки таскала и превратилась в мужика, мужикоподобного, но у меня, в принципе, всю жизнь присутствовала вот эта, можно сказать, женственная жилочка, какая-то там подача сексуальности, и я не растеряла ее, но все равно очень сильно на меня спортзал повлиял, как я считаю, немножко негативную сторону все-таки, негативная сторона, я имею ввиду в плане мужской и чересчур мужской энергии, и сейчас я, так скажу, я занимаюсь намного меньше в плане интенсивности, я не таскаю тяжелые веса, я занимаюсь функциональными тренировками и немножко, когда мне хочется, вот, например, вчера мне очень захотелось потаскать хорошие тяжелые веса, смотрите, кстати, какой у нас мост красивый, мне вчера очень захотелось, у меня было настроение, и я посвятила себя именно хорошие тренировки на ноги, ягодицы, и сделала, ну, кто, кто бдит, кто за мной бдит, в инстаграме видел, вот, потому что мне действительно хотелось, раньше я тренировалась каждый день и таскала тяжелые веса, и я не спрашивала себя, хочу я или не хочу, нравится мне или не нравится, в итоге я, знаете, к чему это все приходило, потому что я выходила со спортзала, злая, раздраженная, потому что я приседала до посинения, да, типа супер, мега офигенское тело, но опять-таки я вам так скажу, когда вы вот так себе из-под палки заставляете, да, у вас есть результат, но знаете, что потом происходит? Потом происходит этот взрыв, эта бомба, которая взрывается, и когда вы просто ненавидите то, что вы делаете, и вот у меня был такой период, я вот сейчас буквально, ну, вот с вами уже, я уже вела блог, я, вам кажется, что я, типа, не выложу со спортзала, что я занимаюсь, как всегда, супер, мега много, но это неправда на самом деле, просто так получается, что, ну, там, кто постоянно, допустим, за мной наблюдает, видит, что я, типа, каждый день в спортзале, но это намного меньше интенсивность, это намного меньше тренировок, у меня есть недели, когда я хожу один раз в неделю на тренировки занимаюсь, потому что мне настолько насточертел спортзал, мне настолько надоел, потому что на протяжении вот нескольких лет это было постоянно, это было каждый день, это было из-под палки, хотя, опять-таки, меня никто туда не гнал, да, никто за мной не гонялся с палкой вот этой, а вот так просто получилось, что я по ошибочному, можно так сказать, какому-то там мнению, по, как вам объяснить, по влиянию, вот почему наше окружение, это наше все, потому что наше окружение на нас очень влияет, и вот я, попав в это окружение, я тоже почему-то решила, что мне это нужно, не прислушавшись к себе, не послушав там свое какое-то внутреннее я, свой какой-то внутренний голос, и решила, что мне тоже нужно заняться культуризмом, фитнесом, выступать и так далее, и когда я этим всем занялась, я повыступала, я поняла, что это не мое, что оно мне не нужно, что оно, все это результат очень-очень кратковременный, потому что, когда вы готовитесь к соревнованиям, у вас идеальная форма остается 2-3 недели, и все, потом эта форма теряется, потому что эту форму нельзя поддерживать на протяжении долгого времени, это неправильно, и это очень-очень вредно для здоровья, и я поняла, что я не хочу страдать, я не хочу голодать, я не хочу убивать себя трехчасовыми тренировками ежедневными в спортзале, я поняла, что это не мое, и я растеряла, опять вам повторюсь, свою какую-то там женственность, свою элегантность, и то, что должно присутствовать в каждой женщине абсолютно, и я просто забросила, и результаты сразу шли, и вот я вам на протяжении уже достаточно многого времени говорю, что у меня там вылиц целлюлит, у меня какая-то там отечность, у меня там еще чего-то, зажоры у меня регулярно бывают, он зефирки, например, пачку съела, шоколадку целую, почему? Это все, абсолютно все, это результаты вот этих вот профессиональных подготовок, абсолютно все, потому что никаких ограничений себе не нужно ставить, ни в коем случае, а там были сплошные ограничения, сплошные ограничения, это есть нельзя, это есть нельзя, это делать нельзя, это нельзя, и то нельзя, и все нельзя, и все нельзя, понимаете, и потом организм просто срывается, организм не срывается в том случае, если вам это реально нравится, если это действительно ваше, если вы кайфуете, вот я вам рассказывала уже не раз, что у меня есть знакомые культуристы я занимаюсь в этом спортзале который сегодня как раз тоже снимала вот это реально спортзал очень специфический потому что это не просто какая-то там франшиза сеть а это такой эксклюзивный можно сказать спортзал именно который направлен он культуризм потому что очень специфические тренажеры очень профессиональные очень дорогие действительно но ощущается разница те люди кто занимается именно фитнесом на тренажерах они ощутят эту разницу между там одним тренажером дешевым вот в обычном там как этот вот basic fit например да то есть разница очень ощутима но опять-таки это для людей кто в этом разбирается для людей обычных которые как бы все равно им все равно на чем заниматься это правда это уже как бы проверено да вот у меня девчонки многие которые занимаются им абсолютно все равно на чем приседать далее на чем толкать там потому что они об этом не думают я когда проводила в зале много времени я конечно понимаю всю эту разницу и вот в этом зале очень много культуристов которые выступают и девочки мальчиков то что я могу сказать люди вот которым реально это нравится который очень страстно к этому относится и вот они реально способны проводить много времени в зале потому что они понимают что это их страсть это их любовь это их любимое занятие плюс естественно естественно если вы занимаетесь реально своим делом со страстью с любовью повторюсь вам это это дело это любимое дело ваш это ваше хобби в начале она всегда в конце концов будет приносить вам доход всегда если вы это делаете реально искренне и это действительно ваши вы всегда сможете на этом зарабатывать всегда эти люди которые на своем деле так якобы не зарабатывает потому что им не не нравится это на самом деле потому что это не их ниша другого варианта просто быть не может вот а себе я вот вам такое рассказываю что я поняла что это не мое я поняла что мне это не нужно и я сейчас занимаюсь для удовольствие я занимаюсь для поддержки своей формы естественно меня до сих пор очень шторит можно сказать шторит то что я не вижу у себя идеальной формы я сейчас над этим очень работаю над своей головой я работаю не над формой нет потому что очень важно принимать себя такими какими мы являемся сейчас очень важно любить то что мы видим в зеркале но это не означает что вы должны сложить лапки и ни черта не делать и зажираться зафирками не заниматься никаким спортом и сидеть на диване нет вы должны любить себя естественно такими какие вы есть но всегда о себе заботиться всегда всегда что-то делать для того чтобы себя улучшить без фанатизма но это всегда должно вашей жизни присутствовать сто процентов